Всем привет! В эфире Универ Ньюз. В студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. Генеральный консул КНР вручил статую Конфуция Казанскому федеральному университету. Казанский федеральный университет приглашает на дни открытых дверей. Лунное затмение можно будет увидеть в ночь с 10 на 11 января на всей территории России. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное вручение статуи Конфуции от представителей КНР. 10 января в Казанский федеральный университет прибыла китайская делегация. На торжественном вручении памятника Конфуцию ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал о сотрудничестве университета и КНР. Провел параллели между достижениями прошлого и будущего, обозначив КФУ как место зарождения целых научных школ. Событие, которое произошло сегодня, имеет глубоко символический смысл. Фактически мы первые в Республике Татарстан и в России открываем перекрестный год сотрудничества России и Китая в научно-технической сфере. И опять-таки весьма символично, что мы получили в подарок памятник, статую Конфуции, выдающегося древнекитайского философа, мыслителя, основателя целой идеологии, который, собственно, и характеризует сегодняшнее поступательное развитие КНР. КНР является стратегически важным партнером для Казанского федерального университета. Подтвердил слова ректора КФУ генеральный консул КНР господин Ин Цинь. Он рассказал, каково современное состояние отношений между странами и назвал главную причину успешного сотрудничества. Сложились очень теплые взаимоотношения между Казанским университетом и генеральным консулом КНР в Казани, господином У. Ин Циньем, который всегда благожелательно относится к тем предложениям, которые исходят от казанской стороны. И мы благодарны ему за поддержку этой инициативы, о, собственно, замечательном памятнике, который займет достойное место в стенах Казанского университета. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет приглашает на дни открытых дверей. Это отличная возможность узнать об условиях поступления, получить информацию о направлениях подготовки как по программам на бакалавриате, так и на магистратуре, и не только. Казанский федеральный университет приглашает на дни открытых дверей. На встрече будущие абитуриенты смогут получить подробную информацию от руководства университета, директоров институтов, деканов факультетов и приемной комиссии в порядке поступления в КФУ в 2020 году, в условиях обучения, студенческой жизни и проживания иногородних, учащихся в одном из лучших студенческих кампусов России – деревне-универсиады. Каждый абитуриент сейчас имеет четкий ориентированный интерес. И он, когда приезжает сюда, тратив достаточно серьезное время на дорогу, хочет получить информацию с максимальной конкретизацией. Отсюда мы сочли необходимым вот это вот дни открытых дверей делать не абстрактно по университету в целом, где мы прежде рассказывали о общих правилах поступления, а именно приземлить на те площадки, где будущие абитуриенты собираются обучаться. Также у будущих абитуриентов появится возможность познакомиться с правилами приема, узнать о вступительных испытаниях и получить индивидуальные консультации. Отрадно, что в последнее время используются нестандартные форматы квестов профессиональной направленности, а также перед абитуриентами их родителей выступают выпускники, которые уже закончили. Вот это вот учебный тот или другой институт, и добились в жизни результатов определенных. Они рассказывают о преимуществах будущей профессии. С графиком проведения дни открытых дверей можно ознакомиться на сайте для абитуриентов КФУ, а также позвонив в приемную комиссию Казанского университета по телефону 292-73-40, код города Казани 843. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. Пожалуй, ни одно физическое явление не порождало столько страхов и мифов, сколько радиоактивность. Об основных источниках радиоактивности вокруг нас узнавал наш корреспондент. Когда мы слышим слово «радиация», то сразу представляем себе атомные электростанции, оружие массового поражения или радиоактивные отходы. Однако это однобокое видение. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с радиацией в малых дозах. Радиоактивность вокруг нас, которую мы можем встретить в повседневной жизни. Это радиоактивность калия, в первую очередь. Это продукты питания, банановый эквивалент тот самый. И элементы уранового ряда, которые содержатся. Проще всего их найти в окружающем нас городском мире в гранитах. И если вы возьмете дозиметр и найдете место с природным гранитом, не с искусственным, а именно с природным, то вы сравнительно просто зарегистрируете эту радиоактивность. Радиоактивность элементов уранового ряда. Организм человека содержит примерно 200 граммов природного калия. Он необходим для работы нервной системы, сердца и мозга. У калия есть радиоактивный изотоп калий-40, которые в небольшом количестве всегда присутствуют в природном калии. Калий-40 находится в воде, почве и продуктах питания. За счет этого изотопа среднестатистический человек получает по разным данным от 10 до 24% от годовой дозы ионизирующего излучения. Радиоактивность калия мы можем также зарегистрировать сравнительно просто. Для этого нужен дозиметр или счетчик Гейгера, который имеет достаточно тонкое входное окно. У нас в институте в рамках курса «Ядерная физика» студентам иногда показывается опыт. Берется пирусульфид калия, у нас вот под рукой есть. Этот химический реактив насыпается на бумажку, сверху кладется дозиметр, и он начинает потрескивать. То есть радиоактивность калия регистрируется просто почти в домашних условиях. Вот вы слышите бет-радиоактивность калия. Радиоактивные элементы в очень малых количествах встречаются практически повсеместно. Например, калий-40 содержится в бананах. Существует даже шуточный банановый эквивалент. Он соответствует количеству радиоактивных изотопов, которые попадают в организм при съедании одного банана. Стоит отметить, что никакой опасности для здоровья человека бананы, несмотря на содержание калия-40, не несут. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Лунное затмение можно будет увидеть уже совсем скоро на всей территории России, в том числе и в Казани. Об этом сообщают на своем сайте «Московский планетарий». Мы попросили директора астрономической обсерватории имени Энгельгарда КФУ Юрия Нефедева прокомментировать это астрономическое явление. Около полуночи с 10 на 11 января 2020 года, примерно с 20.00 по московскому времени, состоится частное затмение Луны, доступное для наблюдения по всей территории России. Мы с вами увидим, как тень Земли находит на диск Луны. Хочу сказать, что полная тень Земли где-то в 4 раза превышает диаметр Луны, а полутень распространяется гораздо на больший радиус. Так вот, тут как раз тем повезло, что Луна пойдет ближе к полной тени. Луна почти полностью погрузится в земную полутень на 0,9 своего диаметра. Увидеть лунное затмение можно будет при условии хорошей погоды. Наблюдать это явление можно с помощью телескопчика любительского, с помощью бинокля и просто глазом. В отличие от солнечного затмения, когда нужно использовать зачерненные стекла, светофильтры термические и, разумеется, очень беречь свою сетчатку глаза. Здесь мы можем с вами наслаждаться без всяких таких приспособлений. Затмение, видимо, со всей территории России. Потемнение нижней части лунного диска можно будет увидеть без особого труда. Если полное затмение лунное, оно продолжается где-то в районе двух часов, то здесь, так как, еще раз повторяю, полутень распространяется на гораздо больший радиус, чем полный тень, мы с вами можем это явление наблюдать более трех часов. Но, еще раз говорю, вот, к сожалению, все зависит от того, будет небо ясное или будет, все-таки, на небе вот такая вот пелена. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok